Позади меня находится здание Нермага Белгород. Начали спрашивать, что я тут снимаю, с какой целью начали как-то всячески дырить. У кого-то Новый год, а у кого-то похороны. Безумная паника, все на иголках, все не понимают, что делать, что происходит. Друзья, вот и наступил 2024 год. Наверное, первые ролики Нового года должны быть о чем-то светлом и радостном, но нет. Пока вся страна отмечала праздник, ела салаты и фотографировалась у ёлок, в Белгороде считали количество погибших и пострадавших от обстрела. В этом ролике мы поговорим с самими жителями Белгорода и посмотрим на город после удара их глазами. В момент начала обстрелов я находилась на улице, и было очень страшно. Меня начало все трясти. Я не понимала, что вообще происходит. Ты не понимал просто, что тебе делать. У тебя максимальное бессилие, опасия. И так, днём 30 декабря, когда большинство жителей Белгорода отправились в магазины за покупками для празднования Нового года, город подвергся сильному обстрелу. Ракеты попали в центральную его часть, где находился универмаг Белгород, каток, стадион и пешеходная зона. В результате, по последним данным, погибли 25 человек. Среди них пятеро детей. 109 человек пострадали, 58 из них находятся в больницах. 25 тяжелораненых человек перевезли в федеральные клиники. Из них шестеро детей. Была очень сильная паника в городе. Все просто не понимали, что делать, что происходит, потому что такое случается впервые. Такого у нас за два года вообще не было. Украинские СМИ назвали ракетный удар по Белгороду ответу на массированные атаки украинских городов 29 декабря. В общей сложности тогда, в ночь на 29 декабря, армия России выпустила более 100 ракет, которые прилетели в Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одессу и Запорожье. По данным украинской стороны, в результате этого обстрела было разрушено или повреждено более 100 частных домов, 45 многоэтажек, школы, больницы, роддом, две церкви, многоторговых и складских помещений, а также ТЭЦ и высоковольтные линии. В результате атаки тогда погибли 30 человек, еще 160 пострадали. Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей столицы. В настоящее время 16 тел погибших достали из-под завалов. 1 января в Киеве будет объявлено Днем Траура. Мэр Киева Виталий Кличко. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что их высокоточное оружие бьет исключительно по военным объектам и центрам принятия решений. В период с 23 по 29 декабря вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения, артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Заявление Минобороны России. Что касается Белгорода, то украинские военные официально не прокомментировали обстрел города. Но РБК Украины написало, что удар нанесли силы безопасности и обороны Украины. Собеседник издания сказал, что это общие меры, которые стали последствиями обстрела Днепра, Харькова и Одессы и убийства мирных жителей. А источник издания «Суспильня» в спецслужбах Украины подтвердил слова собеседника РБК и добавил, что удары наносились только по военным объектам Белгорода. Да, где-то мы это уже слышали. Поражение гражданской инфраструктуры, которое мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций. Собеседник украинской правды в спецслужбах Украины. Минобороны России отчиталось, что удар по Белгороду нанесен был ракетами «Альха», с запрещенным в некоторых странах кассетным снаряжением, а также снарядами ракетной системы залпового огня «Вэмпайр». Ракеты «Альха» и большая часть снарядов «Вэмпайр» были перехвачены, а несколько снарядов и частей от ракет упали в город. В официальных заявлениях власти России назвали обстрел Белгорода терактом. По этому поводу высказалась и Мария Захарова. Она обвинила во всем Великобританию и Англосаксу. За терактом стоит Британия, которая в координации США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление вооруженными силами Украины провалено. В отсутствии малейших шансов улучшить плачевное положение ВСУ на земле, англосаксы перешли к тактике осуществления терактов против мирных жителей. Следственный комитет завел уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на него и умышленном повреждении имущества. А Россия в срочном порядке запросила заседание Совета Безопасности ООН. На нем представитель России Николай Небензи обвинил Украину в теракте, а страны Запада в соучастии. Представители стран Запада сказали, что жертв в Белгороде не было бы, если бы Россия не начала войну в Украине. А представитель от Великобритании написал в соцсети Икс, это бывший твиттер, что если Россия хочет найти виновных в этой трагедии, то начать следует с президента Владимира Путина. На чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель Великобритании при ООН отверг попытки России установить равноценность российской агрессии и украинского ответа. Если Россия хочет искать виновных в смертях гражданского населения в Белгороде, начать стоит с президента Путина. Твит-аккаунт Global Action PW. А я напомню, что удар по Белгороду был совершен накануне празднования Нового года. Ракеты упали в центр города, люди занимались своими повседневными делами, гуляли с детьми в парках, ездили за покупками и подарками. Я училась в Миндзенском колледже, который находится прямо в этом самом центре. И мне повезло очень, что я уехала оттуда буквально за час. И меня это не коснулось, но я видела взрывы, я слышала, это очень хорошо. У нас все тряслось. Ну, мы находились в самом универмаге, честно говоря. И мы в буквально 5 минут, мы делаем покупки, садимся в машину, уезжаем, и мы слышим взрывы. То есть и ударная волна. Вот, естественно, было прямо видно, что ударная волна. Валерий рассказал, что принял обстрел вообще за фейерверк. Обычно как? Хлопок идет, потом 3 секунды, потом еще один хлопок, потом еще 3 секунды. А вчера вот, как будто это был сталют какой-то. Это даже было непонятно, что обстрел. Илья принял обстрел из-за звуки мусоропровода. 30 декабря обстрелы я застал у себя дома, когда собирался уезжать. И поначалу показалось, что это просто кто-то мусор выбрасывает. Но потом, когда мы уже вышли, и прозвучал второй взрыв, то уже стало понятно, что это идет обстрел. Ну, поначалу не придали сильного значения этому, потому что у нас в Белораде очень часто происходят подобные ситуации. Большинство белгородцев поняли, что это обстрел из телеграм-каналов. После этого в городе началась паника. Люди паниковали. Они не знали, что делать, ну, не понимали. Хотя есть видео, где люди правильно поступают ложатся на землю, где, ну, это на самом деле страшное видео, где люди кричат. Это безумная паника. Все на иголках, все не понимают, что делать, что происходит. И это на самом деле очень страшно, когда люди не совсем понимают, что надо делать. И надо как бы информировать людей. Нужно постоянно показывать, нужно в школах рассказывать, как себя вести, нужно не подходить к окну. Вот, и было одно видео, где парень подошел к окну, когда начались вот эти вот все взрывы. Как бы я не знаю, чем нужно руководствоваться, чтобы подойти к окну, когда у тебя взрывы за окном. В результате обстрела Белгорода было повреждено более 60 зданий и около 30 машин. В некоторых частях города разрушена система водоснабжения, а также обстрел задел футбольный манеж, центр досуга и частное дошкольное образовательное учреждение. Да, там повыбивало в витрины все. Как раз-таки еще дом рядом с моими родителями, которые находятся за Нюрмагом, тоже попал снаряд или осколок в газопровод, и в принципе загорелся подъезд. И здесь надо понимать, что обстрел Белгорода был, конечно же, не первым. Еще 29 декабря вечером губернатор Голодков сказал, что на подлете к городу было сбито несколько ракет. В результате этой атаки один человек погиб, и четверо получили ранения. Удар по центру города днем 30 декабря был вторым за сутки. Сразу после второго масштабного обстрела никто даже не понял, что произошло. Белгородцы уже привыкли к постоянным прилетам со стороны Украины. Работа систем ПВО стала для них обыденностью. В это еще, конечно, когда ты читаешь эти новости, в это страшно поверить, потому что Белгород – это обычный мирный город, столица области. И я много раз был в Белгороде, очень этот город люблю. И совершенно невозможно до сих пор, даже спустя два года, как идет война, читать какие-то сводки, что в Белгороде работает ПВО, что в Белгород какой-то прилет. Ты видишь какие-то знакомые названия улиц, но эти улицы попадают в новости не в связи с тем, что там сделали реконструкцию этой улицы, или какая-то там урбанистика, или вот то, что я раньше освещал. А в связи с обстрелами – это действительно страшно. Но об этом мы с вами еще чуть позже поговорим. Для нас это уже обыденность. Вот периодически раз в месяц, раз в два, раз в две недели там бывают. То есть люди уже привыкли к этому. Это на самом деле не есть хорошо, то, что люди привыкли. Вы, может, увидели в этом видео, как там у нас прилетают, а люди сначала не поняли, что происходит. И это стало обыденностью для людей. Постоянная сирена, звуки работы ПВО и сообщения в новостях об обстрелах стали сегодня для белгородцев нормой. Но такой удар они получили впервые. Но после произошедшего события происходит культивирование ненависти. Какая-то часть очень сильно озлоблена на то, что произошло. Ну, к большому сожалению, большинству все-таки невдомек понять, из-за чего происходит это. Поэтому большинство, разумеется, обвиняет сторону Украины в этом. Многие наши собеседники говорят, что первое время в городе не было доступа к интернету. А системы оповещения заработали только через полчаса после обстрела. Насчет сирены это достаточно интересный момент, потому что она у нас то работает, то не работает. Она в основном включается после арт-обстрела. То есть когда уже произошел, собственно, ПВО отработало по ракетам. Ну, и она только начинает работать. Да, в Белгородской области у нас есть местная, так называемая, традиция нашего МЧС. Это присылать смс-ки и предупреждения уже после обстрелов. Сейчас более-менее нормальный способ узнать об обстрелах в Белгороде. Это не система оповещения, а оперативная работа журналистов и авторов новостных телеграм-каналов. Почему уведомления приходят после начала обстрела? Не до, а после. То есть когда уже несколько, когда люди уже знают, что началось, ну, например, вот приложение МЧС, да, у меня оно тоже установлено, они в абсолютно случайном порядке туда приходят сообщения. То есть я даже не знаю, оно уже закончилось или нет. Телеграм-каналы справляются с этим лучше. То есть они оперативнее передают людям информацию. Соответственно, я даже не сомневаюсь, что все поняли, что произошло тогда как. Потому что уведомлений-то нет. По словам белгородцев, сирену хорошо слышно в центре города. Но если человек живет на крайне, или же у него, например, проблемы со слухом, то он просто не узнает о том, что начался обстрел города и не сможет себя защитить. У меня, допустим, есть мама. У нее просто она немного плохо слышит. Также есть другие знакомые, друзья, у которых есть проблемы со слухом. И вот моя мама конкретно, она в тот момент находилась на рабочем здании. То есть если это не центр, и если играет какой-то телевизор, дети кричат, шум, то вы эту сирену просто не услышите. Асмс-ок нету, и как бы люди просто не в курсе, что там происходит. И здесь надо понимать, что Белгород находится всего в 37 километрах по прямой от границы с Украиной. Поэтому после начала войны в феврале 22-го года здесь заговорили об оснащении бомбоубежищ. Неоднократно проводились учения. За каждое бомбоубежище в доме или где-то рядом с жилыми домами были назначены ответственные. Но 30 декабря, когда произошел самый сильный обстрел города, многие бомбоубежища оказались закрыты. Мы видим то, что убежища оборудованы очень плохо, мягко говоря, и доступа к половине не было в тот самый день, к которому так усердно наша администрация готовилась. Коллега с работы пыталась попасть закрыт в подвал, но подвал был закрыт. Большая часть убежищ расположена в подвалах домов. Но бывают случаи, когда под убежищем оборудуются помещения школы. Опять же, у меня ближайшее убежище, которое находится у моего дома, это в школе, а была суббота, и ворота школы как бы закрыты. Вот, в доме у меня убежища никакого нету. И как бы очень странно и непонятно, что вообще нужно делать. У нас якобы есть школа, в которой есть это убежище, но до школы нужно добежать. Это где-то больше 100 метров. И дом у нас большой, людей много. Если начнется что-то более крупное и серьезное, просто все на такой панике, не смогут туда вместиться, зайти. Хорошо, если люди знают, где находится ближайшее бомбоубежище. Но если нет, то его поиск превращается в настоящий квест. На самом деле у нас на зданиях написана указательная стрелка и написано убежище. Вот, и там написано то, что убежище, это вот складское помещение. Там, ну, сперва просто стрелка, и там вот именно в ту сторону надо идти, чтобы убежище. Именно карты, нету карты, никто не знает, где находится именно ближайшее убежище. Если начинается обстрел, то неизвестно, куда идти. Нужно искать вот именно вот эту вот стрелку и идти туда, собственно говоря. В Белгороде работает специальный сервис, где можно посмотреть карту бомбоубежищ. Но и тут все не так просто, как может показаться. Согласно ему, он недалеко от меня, но, насколько я знаю, он был закрыт все лето. Ну, потому как их чаще всего закрывают. Там такие места, которые обычно закрывают на ночь, например. Вот, поэтому, да, я знаю, где ближайшее бомбоубежище, но оно, скорее всего, закрыто. Но не все побежали в убежище. Некоторые пытались помочь пострадавшим. Первая мысль, которая возникла, может быть, людям требуется помощь. Соответственно, мы направились именно в сторону кинотеатра «Победа» для того, чтобы, возможно, кому-то оказать помощь. И чем ближе мы оказывались, тем больше я понимал, что это не самая светлая идея. Вот, отправляться в ту сторону. И, возможно, даже можно сказать, что помощь, к счастью, не потребовалась. Наши службы справились довольно оперативно, перекрыли весь город и начали тушить пожары. В первые несколько минут после удара люди находились в шоковом состоянии. Просто не понимали, что произошло, что нужно делать и нужна ли медицинская помощь. Когда они оправились от шока, то постарались быстрее добраться до дома. Город моментально стал безлюдным. То есть люди ушли с улиц, разбежались. Можно даже сказать, что было похоже на 1 января. Ну, только с негативным оттенком, само собой. Сотрудники полиции выглядели такими же испуганными, как и все остальные люди. Но стоит отдать должное, вели себя профессионально. То есть указывали людям, в какую сторону им двигаться. Возможно, наша полиция, именно белгородская, в этой части больше подготовлена, чем полиция других регионов в таком ситуации. В Белгороде, как и в любом российском городе, на Новый год была запланирована праздничная программа. Главной площадью для гуляний стала Соборная площадь. Там установили 30-метровую украшенную елку, поставили горку, световые арки, фигуры и качели, сцену и ярмарочные павильоны. Открыли бесплатный котов. Сюда же, на Соборную площадь, прилетел снаряд. После обстрела все праздничные мероприятия отменили, а в области объявили траву. После случившегося все отменили. Ну, просто траву в городе. У нас даже площадь, она просто теперь не горит. Все темно. Вот. Люди носят, как на мину, всякие цветы, игрушки в честь людей, погибших, посредавших. В знак солидарности с Белгородом мэры Владивостока, Петропавловск, Камчатского и Благовещенска объявили об отмене праздничных фейерверков. Глава Магадана сообщил об отказе от новогодних мероприятий в центре города и призвал местных жителей не запускать салюты. Затем об отмене праздничных мероприятий заявили губернатор Воронежской области, мэр Липецка и Вологды. Мэр Ельца отменил дискотеку в центре города. В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади. Все детские праздники на каникулах пройдут согласно расписанию. Никто не отнимет праздник у наших детей. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Чувствуется несправедливость, то, что наши люди почему-то страдают за это, когда в том же Москве и других городах люди празднуются, сжигают, гуляют, а у нас, ну... Когда обстреливали в Белгород, когда это было еще в самом начале, как будто остальная часть России находилась, не знаю, в другом мире. Никто ничего не знает про этот город. Мне кажется, сейчас все, к сожалению, узнают про нас. А на Соборной площади в Белгороде, куда, собственно, ракета и прилетела, возник стихийный мемориал. Туда жители города несли цветы и игрушки. Там же губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков записал новогоднее обращение. Дорогие друзья, вот и наступил новый 2024 год. И здесь вообще возникают вопросы к властям Белгорода. Учитывая то, что город прифронтовой, учитывая то, что сообщения об обстреле города, буквально каждый день, если вы следите за новостями, каждый день сообщаются, что сбили какие-то ракеты, какие-то дроны, которые по Белгороду улетели. И, как я уже сказал, для местных жителей это уже просто превратилось в какой-то вот такой постоянный новостной фон, на который люди даже перестают обращать внимание. Просто никто не ожидал такого сильного обстрела. Но, тем не менее, неужели нужно было проводить и планировать в центре города какие-то массовые мероприятия, где будет большое скопление мирных жителей, в том числе и детей. Власти же должны понимать, что они не могут людей защитить. Что ПВО, какое бы оно замечательное не было, но война показала, что и ПВО дырявое, и дроны долетают, и ракеты долетают. В конце концов, даже при работе ПВО какие-то обломки могут упасть и так далее. Ну, неужели разумным было планировать какие-то массовые мероприятия в центре города, где на главной площади будет собираться много людей? Ну и сегодня настроение в Белгороде, мягко говоря, не праздничное. Люди просто не могут в такой обстановке радоваться Новому году. У кого-то Новый год, а у кого-то похороны. После случившегося ни у кого нет настроения, все максимальные апатии. И чувствуется такое бессилие, что ты просто ничего не можешь с этим сделать. Праздника после произошедшего в Белгороде быть не могло ни при каких обстоятельствах. И я более чем уверен, что если не вся область, то по крайней мере Белгород, все, 31-е число, просто сидел, уткнувшись в тарелке. Сразу же после обстрела в места попадания частей ракет и снарядов стянулись врачи, пожарные спецслужбы. Центр перекрыли. Люди начали, после того, как поняли, что относительно безопасно, помогать другим людям, помогать пострадавшим, занять скорую. На самом деле власти работают очень даже ничего. То есть они знают, что, как правильно делать. Они сразу высылают коммунальных рабочих. То есть они сразу начинают выяснять все последствия. То есть сразу начинают выяснять владельцев автомобилей, квартир, пострадавших и так далее. Если 30 и 31 декабря еще можно было подойти к местам разрушения, то 1 января их уже охраняли военные. Они категорически запрещали снимать и заставляли жителей удалять фото и видео. Один из наших корреспондентов пытался снимать около универмага, на улицах Николая Островского и Преображенского и на проспекте Славы. Это места, куда падали обломки ракет. Но к нему подошли двое сотрудников полиции, двое военных, и вынудили удалить весь отснятый материал. Затем он решил пойти домой, но заметил за собой слежку. Кроме глаза увидел то, что за сотрудниками. То есть уже что-то неприятно. Меня попросили удалить видео, я думаю, потому что и так ситуация не очень в городе. Плюс чтобы лишних глаз не было, чтобы просто было безопасно, можно сказать. Через некоторое время после обстрела к зачистке города от последствий удара подключились коммунальные службы. И уже 1 января улицы были очищены от разрушений, а выбитые окна заколочены фанерой. Все работали, все коммунальные службы, все службы МВД, МЧС. Все сработали очень слаженно, очень классно, очень быстро, молодцы. Вот, к примеру, выбитые окна. Вот, пожалуйста, мы проходим. Стекла чуть-чуть еще лежат. Вот убивало. Вот здесь уже пятна крови. Но причесать город недостаточно. Это не избавит людей от страха. Чтобы обезопасить себя и своих близких, часть людей уехала из Белгорода еще в 22-м году. Кто-то покинул город после очередного обстрела в прошлом году. Очевидно, что после самого сильного удара по Белгороду будет еще одна волна уехавших. Да, на самом деле массово люди уезжали. Они, вот, я помню, 24-го уезжали. Они уезжали, когда нефтебазу, то есть, ну, когда большой обстрел производится, когда есть прилеты в город, когда есть пострадавшие, люди, конечно же, паникуют. И уезжают, ну, в ближайший город Курск. То есть Курск, Воронеж, Липецк, Брянск. То есть все вот эти вот близближайшие города, где есть родственники. У нас, опять же, случались уже случаи, когда у нас ПВО сбивало, и остатки падали на дом. То, что потом это все ремонтировали, либо, ну, опять же, какие-то здания рушились. И люди тоже на такой панике уезжали. Все собирали вещи, купали билеты и уезжали кто куда мог. Но через время это все успокаивалось, и все, опять-таки, возвращались. Но есть и те, кто не может или не хочет уезжать. Если честно, не хочется пока что оставлять родной дом. Хотя, как бы, звонят друзья, говорят, приезжайте к нам и с Липецка, и с Тюмени, и со всех городов. И все сочувствуются, пишут, все знают. Вот, но надеемся, что линия фронта отодвинется от нашей области, и все будет хорошо. Страх нахождения здесь, очевидно, присутствует. Когда все начиналось, я сказал себе, что я здесь буду до последнего. Скорее всего, это не последний удар по городу. Белгородцы понимают, что ничего хорошего в следующем году их не ждет. Но не перестают надеяться на лучшее. Будут новые обстрелы. В любом случае, идет СВО. Но надеемся на лучшее, что все-таки это прекратится когда-то. Что наступит мир. В Новый год я вошел с ощущением того, что будет еще хуже. Обострится еще больше конфликт, пострадает еще больше мирных городов, как украинских, так и российских. Мы ждем от Нового года покоя и тишина. Естественно, атака на Белгород не могла пройти без реакции от Владимира Путина. Сначала даже сообщали, что из-за удара он будет переписывать свое новогоднее обращение. Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вскоре опроверг это утверждение. И в новогоднем обращении президента действительно ни слова про Белгород не было. Зато 1 января Путин посетил госпиталь в Московской области, где встретился с ранеными военнослужащими. Там же он высказался по поводу обстрела Белгорода. Путин назвал атаку на город террористическим актом и сказал, что у него самого все кипит. То, что вот сейчас произошло в Белгороде, это безусловно террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет, Аль-Хаба, что они сделали? Они ударили из системы залпового огня, РСЗО. Целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя. Российские власти, естественно, решили сразу показать, что у них все под контролем. И сами они могли бы давно разбомбить всю Украину, но не делают этого, конечно же, из соображений гуманности. Мы бьем по высокоточным оружиям, по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода. В ответ на обстрел Белгорода российская армия ударила по Харькову. Естественно, по официальным заявлениям, удар был только по военным объектам. Правда, по украинским данным, разрушены оказались жилые дома и офисы, кафе и отель. Пострадали 28 человек. Уже 2 января российские войска ударили по Киеву и снова по Харькову. Президент Украины Владимир Зеленский тоже сказал, что не оставит это без ответа. И за каждую изъятую жизнь Россия будет отвечать. 2 января 2024 года. И снова удар русских нелюдей. Почти 100 ракет разных типов. По меньшей мере 70 ракет сбиты. Из них почти 60 в районе Киева. Жесткие удары были и по Харькову. Сейчас идет ликвидация последствий. Патриоты, Айрисы, Насамсы. Каждая из таких систем спасла уже по меньшей мере сотни жизней. А за каждую изъятую жизнь Россия будет отвечать. Президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день, 2 января, в Белгороде снова объявили воздушную тревогу. Телеграм-канал Минобороны России написал, что около 12 часов система ПВО сбила 4 ракеты. Около часу дня еще 5. А в 14.30 уничтожила 8 ракет на подлете к Белгородской области. Губернатор Гладков сказал, что погиб один человек и пятеро пострадали. Осколки ракет повредили торговое помещение и несколько автомобилей. А затем призвал жителей спуститься в убежище. По данным телеграм-канала Сирена, часть бомбоубежищ опять была закрыта, как и во время обстрела 30 декабря. Власти снова не смогли обеспечить своим гражданам даже минимальную безопасность. Вот с таких вот грустных и трагических новостей начинается год. И самое страшное, что ты понимаешь, что это просто еще один эпизод этой страшной войны, которая началась не вчера, началась она 2 года назад. Два города, Харьков и Белгород, которые находятся всего в 80 километрах друг от друга, буквально ежедневно подвергаются обстрелам. Страдают обычные мирные люди, разрушаются дома, торговые центры. Люди не могут спокойно засыпать, они боятся за своих детей. Страшно представить вообще, каково это жить в городе, который постоянно обстреливает. И самое главное, ты понимаешь, что всего этого действительно могло не быть, не будь этой безумной войны. И ужасно то, что непонятно, когда эта война закончится. Берегите себя. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Пишите в комментариях, что думаете. И не забудьте поставить лайк этому видео. Понимая подобное видео, конечно, ничего хорошего не происходит. И чего здесь лайкать, но так работают алгоритмы Ютуба, что когда вы ставите лайк, даже видео снято по не очень хорошему поводу, алгоритмы понимают, что этот контент вы считаете полезным, и его дальше распространяют. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»